Часто женщина обращается к мужу за советом. Это не значит, что ей нужен совет. Мужчины должны знать, что когда она это делает, ей нужна поддержка. Потому что она уже сама знает, что ей делать. Но ей не хватает решимости на это, не хватает силы и воли. Поэтому нужно сначала узнать, что она хочет. Иногда женщина хочет прямо совета, тогда ей надо дать совет. Но это бывает очень редко. В основном она хочет поддержки. Когда мужчина начинает давать совет, она психует. И он тогда вообще не понимает, что она хочет. Она пришла за советом, он начал давать совет, она еще больше раздельничает. Надо узнать, что хочет. Если у нее есть уже решение, значит, надо ее поддержать в этом решении. Или сказать, что это опасно. Опасное решение. Но ни в коем случае нельзя женщине говорить, что это неправильное решение. Почему так женщине нельзя говорить мужу? Потому что в этом случае ее чувства не защищены. И она будет чувствовать себя, что она живет рядом с ненадежным человеком. Но если он скажет, ты знаешь, я думаю, что идти купаться тебе не надо. Потому что ты еще не умеешь плавать. Но когда ты научишься плавать, то ты можешь ходить купаться, сколько ты считаешь нужным. Но если ты все-таки хочешь пойти покупаться, хоть ты и не умеешь плавать, то тоже не проблема. Ну, если ты немножко утонешь, я тебя спасу. Женщина, ее психика очень близка к совести, к истине и к здравому смыслу. Очень сильно близка. То есть женщина близка к Богу, очень близка к Богу. Но только в том случае, если ее психика спокойна. Поэтому с женщиной и с девочкой всегда надо разговаривать спокойно и нежно. Как только ее психика женщины вышла из равновесия, она удаляется от истины, от Бога, от правильного понимания вещей очень быстро. И поэтому с ней договориться практически невозможно. Поэтому мужчина, когда он общается с женщиной, он должен всегда быть уверенным, что она спокойна. Он по-доброму должен ей объяснять. Когда женщине что-то объясняешь по-доброму, она все очень хорошо усваивает и понимает. Я писал на эту тему диссертацию, и в ней оказалось, что в три раза лучше усваивается материал у женщин, чем у мужчин. И в два раза быстрее она меняет себя с помощью этого материала, чем у мужчин. Если все спокойно в обстановке находится. Но если обстановка неспокойная, то тогда мужчина растормаживается, быстрее реагирует. То есть мужчина в спокойной обстановке немножко притупленный. Но если обстановка критическая, мужчина включается и быстрее реагирует, быстрее все усваивает, быстрее все меняет. Ну то есть в неспокойной обстановке мужчина сильнее, в спокойной обстановке женщина сильнее. Поэтому женщина всегда стремится к спокойствию, к тому, что все было хорошо. Она стремится к миру, гармонии. Женщине самой женской природе совершенно неприемлемо любой мордобой, насилие какое-то, убийство, смерть. Потому что женщина любит жизнь, возрождение, развитие. Ну то есть женщина любит все, что связано с жизнью. Все, что связано с насилием, она не любит. Это ее чуждо, ее женской природе. Ну сейчас всякие женщины, конечно, бывают. Но в целом вот сама природа женщины, она соткана из желания гармонии, чистоты, доброты и так далее. В соответствии с тем, что я сказал, ей нужно относиться к женщине. То есть психика женщины мотивируется любовью. То есть женщина склонна служить, заботиться обо всем, кто ее любит. Это ее сильно вдохновляет. Когда энергия любви есть в отношениях, она готова сделать все для человека. Но как только энергия любви заканчивается, ее нет. Она теряет энтузиазм что-либо делать. Потому что чисто волевые усилия, сила воли у женщины слабая. Она вдохновлена не волей, а именно любовью. Поэтому если она что-то не любит, что-то ей не нравится, ей очень трудно это делать. Женщина действует только в направлении нравится, люблю, интересно. Вот это направление дает женщине энтузиазм действовать. Не нравится, не люблю, не интересно, вызывает сразу противоположный результат. Поэтому психика женщины нестабильная с точки зрения делать или не делать. Потому что не всегда же что-то нравится. Иногда что-то перестает нравиться ей, волевой импульс у женщины в результате страдает, заканчивается. И так далее. Есть много тонкостей различных. Женщина, например, может любить больше служить, но не любит отдавать. Имеется в виду близким людям. Вот женщина любит отдавать чужим людям. Дарит подарки там и так далее. Но отдавать мужу, она любит служить мужу. Допустим, деньги отдавать мужу она не любит. Если она отдает деньги своей мужу, то она чувствует себя очень несчастной. И она запоминает это на всю жизнь, что он пользуется ее деньгами. Мужчина же наоборот, он может отдавать деньги, но ему легко отдавать. Дарить жене что-то отдавать, ему легко. Но служить трудно. Вот, допустим, жене легко вымыть пол, это служение. Но отдать деньги тяжело. А мужчине, наоборот, трудно вымыть пол, но отдать деньги легко. Понимаете? То есть психика противоположная, она по-разному соткана, по-другому. Иногда бывают исключения. Иногда мужчине легко готовить, стирать, убирать. Женщине легко работать. Это означает, что у них перевернулась судьба. Это неблагоприятно. Женщине все равно будет не нравиться, что муж не работает. А мужчине все равно будет не нравиться, что жена не готовит и не убирает. Понимаете? Даже и несмотря на то, что им нравится делать то, что не надо. Понимаете? Поэтому есть исключения. Например, у женщины психика может быть грубая, волевая. Это признак того, что она не развита, как женщина. Некоторые женщины говорят, я мужиком родилась. Это неправильное мышление. Ты не мужиком родилась, ты не развилась, как женщина. Потому что, когда женщина не развитая, то у нее есть определенные стадии деградации женской психики. Первая стадия деградации женской психики. У нее характер становится неразвитым женским, а женским недоразвитым. То есть неразвитый женский характер означает обидчивость, ранимость, лень, депрессивность, истеричность, суетливость, безболие, ревнивость, капризность, плохое настроение. Это все естественные недостатки женского характера. Вот есть, существует вторая стадия естественных женских недостатков. Это увеличение мужских уже недостатков в женской психике. Это вторая, следующая стадия развития деградации женщин. Женщина становится грубой, гневливой. Она становится работоголиком. То есть она становится жестковатой психикой. Ей нравятся силовые упражнения всякие, боевые искусства. У нее жесткая психика становится, желание насилие совершать. Это признак недоразвитости женщины просто. Это не то, что она мужиком родилась. Если она развивается как Личность, она становится женственной. Естественной. Потому что она в женском теле находится. Третья стадия деградации женщины заключается в том, что женщина перестает переносить мужчин, мужское начало. В результате развиваются половые расстройства в женской психике. Но это не значит, что она родилась такой, межсексуальной, так сказать. Это просто она недоразвита как женщина. Если она развивается, она преодолевает все эти стадии, и у нее появляется хороший женский характер. Означает нежная, заботливая, добровая, ласковая, любвеобильная, склонная служить, застенчивая, ласковая, заботливая, верная, чистая в сердце, совестливая. Это естественное качество женщины, развитое. Теперь переходим к мужчине. То есть мужчина рожден для победы, поэтому его психика, его тело, она склонна терпеть, переносить боль, в отличие от женщины, преодолевать трудности, решимость, смелость, твердость, характер, естественные качества мужчины, естественные от рождения, так как женщина, нежность, ласковость. У женщины естественные качества. У мужчины твердость, сила духа, способность преодолевать трудность, терпение. А также способность слушаться не в любви, а просто потому, что надо. То есть мужчина послушный, потому что надо, а женщина послушная в любви. Вот если мужчина, женщина говорит, надо, поэтому слушайся, на неё это не действует. А вот если ты хорошо относишься, она сразу становится послушной. Ну то есть женщина по природе не послушная. По природе не послушная. Вот если её любит, она послушная. Не любит, она не будет слушаться. А мужчина по природе послушный. Допустим, равняй смирно, горе, разойдись. Неважно, как к нему относятся, он просто раз, два, три, четыре. То есть они шагают вместе. В казарме там 40 мужчин, вместе могут спать без проблем. Привыкают друг к другу. Как одна семья. Женщины две в одной комнате не привыкнут. Потому что они, если у них пошли разногласия, все они не могут терпеть друг к другу. Они послушные по природе женщины. Непослушные. Мужчины послушные. Некоторые мужчины думают, что женщины послушны по природе. Нет, они непослушные. Не надо в иллюзию себе вводить. Если ты любишь, она будет послушать, соглашаться стороной. Допустим, ты скажешь, я летчик. Тебе нравятся летчики? Ну да. Ей будут нравиться летчики, потому что летчики любят, значит, летчики хорошие. Если летчик ее разлюбит, значит, все летчики плохие будут. Не будут нравиться летчики. Поэтому сейчас ей летчики нравятся, в данный момент. Из-за этого мужчины мужское тело, оно как бы боль не воспринимает серьезно. То есть мужчине может быть больно, но он терпит. Он может терпеть боль. Какие-то ушибы, побои тела мужское воспринимает. Мужское тело в целом неранимое. Поэтому оно больше склонно быть здоровым. У женщины тело ранимое, поэтому постоянно что-то болит. У мужчин, наоборот, ничего не болит. Мужчина болеет только в реанимации. Поэтому женщина должна знать это и следить за мужем, что с ним происходит. Он сам скажет, она его спросит, ты как себя чувствуешь? Он скажет, нормально. А у него уже почти инфаркт. И надо его везти в больницу за руку. Заставить мужчину идти в больницу, обследоваться, заставлять надо. Потому что мужчины помирают раньше, чем женщины чаще всего. Причина? Не следят за своим телом, потому что оно их устраивает. Мужская психика так соткана, что мужчина не чувствует ни болезни, ни проблем со своим телом. У него все нормально. Женщина, наоборот, все чувствует постоянно. Может быть, слишком сильно иногда. Даже бывают курьезы. Например, у женщины так психика устроена, она ее тянет очень к гармонии, комфорту, уюту. Например, женщина перестала работать, она дома прижилась, допустим, родила ребенка, прижилась дома. Потом ребенок подрастает, муж говорит, иди работать. Она же дома прижилась, как бы. И работать уже как-то... Она даже боится этой рабочей еловой атмосферы, она боится даже. Хотя может быть хороший специалист. И вот, слушайте меня, мужчины, это очень важно знать. Женщина идет работать и болеть там начинает на работе. Она сама не хочет. Это не имитация, понимаете? Это не то, что она, она как бы вот пошла и специально начала болеть. Просто вот если ей что-то не нравится, она это делает, она просто с ума сходит, потом начинает болеть от этого. Поэтому вот ее не сможете заставить работать, она там болеть начнет. Какие-то проблемы там у нее постоянно будут. Поэтому женская психика, она так устроена. На санскрите женщин называют стри. Что значит стри? Это значит все расширяющиеся потребности и возможности. Если, допустим, позволил жене все время дома сидеть, обратной дороги уже нет. Ну то есть дальше она работать уже, скорее всего, не пойдет никогда. И ты с этим ничего не сделаешь. Это надо быть осторожным. Или купил дорогой подарок, допустим, жене. Очень дорогой подарок. Можешь дальше теперь не покупать дешевый. Это уже бессмысленно. Ну то есть ты как бы взвесь все, прежде чем дорогой покупать, потому что тебе всю жизнь придется покупать только дорогие потом. Потому что дешевая она даже не посмотрит после этого. И у тебя зарплата стала вот такой вот. Если она станет вот такой, то она никогда это уже не примет. Потому что она теперь уже живет на такой зарплате, а не на такой. То есть психика женщины, она все время увеличивается, расширяется, экспансируется. Так природа соткана. Если она что-то получила, назад уже дороги нет. Допустим, женщина пожила в двухкомнатной квартире. Теперь ты ей говоришь, теперь переезжаем в однокомнатную. У нас скажут, вот и переезжай. А я стою здесь. Вот. Но у мужчины все не так. У мужчины психика меняется, она приспосабливается. Он может жить сегодня в двухкомнатной, завтра в однокомнатной. Он привыкает. Может жить в этих условиях, потом в других. Он может питаться этой пищей, потом привыкнуть к другой. Психика у мужчины направлена на победу. Если у женщины очень чувствительная психика, то у мужчины, наоборот, грубая психика. То есть ему очень трудно что-то почувствовать. Допустим, женщина говорит, неужели ты не чувствуешь? Он не чувствует. Она удивляется. Ну ты чего вообще? Ты не чувствуешь? Нет, он не чувствует. И поэтому не надо ничего удивляться. Допустим, я пришел домой с жене, говорю, ой, какое платье у тебя красивое. Когда ты его купила? Она говорит, когда мы с тобой поженились. Я искренне как бы увидел на ней это платье первый раз в жизни. Хотя она уже давно его носит. Ну как-то оно мне вот приглянулось в этот раз вот так. А до этого я не обращал внимания. Это так устроена мужская психика просто. Да, по этой теме даже есть анекдот. Женщина уже устала от того, что мужчина как бы ничего не видит, не замечает. Надела противогаз. Мужчина пришел с работы. Она говорит, как я тебе? Он посмотрел, говорит, что, брови повыщи, повыщи. То есть у мужчины психика очень однонаправленная. Он настроен только на то, что дает его победу. Если мужчина, допустим, из ванной идет в кабинет, то он не видит ничего по дороге. Он видит только кабинет, куда он идет. Женщина по дороге, когда она идет из ванной в кабинет, она видит все. И даже боковым зрением. Причем, если муж что-то делает не так, она это не только видит, но и слышит. Я, допустим, сижу в своей кабинете, что-то делаю, и жена в другой комнате находится. И она говорит, перестань это делать. Хотя, я не знаю, то есть ничего не выдают, кроме определенного звука, который она зафиксировала в сознании и запомнила, что вот этот звук означает, что он вот это неправильное что-то делает. женщина по звонку может определить, кто звонит в дом. Она может определить просто по внешнему виду, где муж был. Ну, то есть у нее очень психика, очень чувствительная, она чувствует все, что происходит. Так устроена природа женская просто. Так женщина контролирует ситуацию в личной жизни. Мужчина очень сильно нацелен на победу. И самое страшное для мужчины – это нереализованность. когда мужчина чувствует, что он не добивается в жизни того, что он хочет. Это для него самое ужасное. Он себя чувствует очень плохо. Он страдает. Для женщины самое страшное – это отсутствие гармонии, комфорта и отношений. То есть женщина страдает от одиночества, от отсутствия гармонии и комфорта. Мужчина страдает от нереализованности сильно, от того, что он не чувствует себя победителем в жизни, что он кому-то проигрывает. Даже восприятие мира у женщины и мужчины колоссальным образом отличается. Вот, допустим, слушать лекцию женщины. Она воспринимает знания вот так. То есть она впитывает все знания и полностью меняет все настройки сознания. То есть она вот так вот слушает лекцию. То есть она все впитывает. И у нее апгрейд происходит внутри. Она приходит домой, все, теперь живем по-другому. Все, я теперь поняла, как правильно. Все, она как бы, все, когда у нее не то, что сразу, она все, когда у нее все, как бы там, апгрейд полностью произошел, но это может несколько месяцев уйти. Она говорит, все, теперь вот мы питаемся так, делаем так. Ей поменять питание просто в секунду. Вчера ела мясо, сегодня не ест. То есть главное, чтобы апгрейд произошел. Если она чувствует, что так лучше жить, значит, она будет так жить. Мужчина не так психика работает. Даже мужчина, допустим, слушает лекцию. Вот первый раз мужчина. Кто из вас первый раз пришел на лекцию подниметив? Вообще никогда не слушали мои лекции. Вообще никогда не слушали. Никогда не слушал. Значит, обычно мужчина слушает так. Он смотрит на меня и думает, дурак, не дурак, дурак, не дурак. То есть первый, с третьего, так сказать. Потом дальше он сравнивает. Он смотрит на меня, слушает лекцию, думает, это правильно ты говоришь. Это правильно, это неправильно. С этим разберемся. То есть мужчина, когда слушает лекцию, он опирается на свое знание. Напирается на свое знание. Женщина опирается на истину. Мужчина считает свое знание истиной. Женщина считает истину истиной. То есть она слушает сердце. Если ее спросить, вам лекция понравилась? Да. А о чем она была? Ну сейчас пока не скажу. Мужчина в лекции запоминает конкретные вещи. Женщина запоминает, что это правильно. Это она запоминает. Или неправильно. Она запоминает свои ощущения, эмоции во время лекции, а с остальным она постепенно разбирается. Мужчина запоминает то, что ему в жизни нужно для победы над судьбой в лекции и пользуется этим. То, что он не согласен с чем-то, он это не запоминает. Он это отметает. То есть восприятие совершенно разное у мужчин и женщин. Психика работает по-разному. Мужчина всегда делает вызов тому, что он видит. Женщина, она или принимает сразу, или нет. Она сердце настраивается на сердце. Если не принимает, она все, мне это не надо. И больше никогда уже не будет к этому возвращаться. Мужчина, он тоже может ему не понравиться, но ему не нравится именно с точки зрения его жизненного опыта, а не с точки зрения, это правда или нет. То есть, видите, у мужчины психика, она нацелена на знание. То есть у него есть определенное понимание, как жить. И это для него очень большая ценность. Если женщина, допустим, говорит, ну ты понимаешь, что ты неправильно понимаешь. Это неправильное мышление по отношению к мужчине вообще в целом. Если женщина не оценивает тот жизненный опыт, который у мужчины есть, то мужчина никогда не будет ее слушать. Понимаете? То есть единственный способ мужчине что-то объяснить, это принять его позицию, его жизненный опыт. Когда она уважает его точку зрения, тогда он будет меняться рядом с ней. Но если женщина как бы узнала что-то, что более правильно, это возможно, потому что у женщины, женщина это совесть семьи, а мужчина это знание семьи. Это разные вещи. Знание может быть очень глубоким, но оно может отдаляться от совести, то есть от Бога. И тогда женщина говорит, это хорошо, что ты как бы делаешь, но это неправильно. И это часто бывает правда. Потому что мужчина, он может много чего делать в жизни, но это часто удаляется от Бога, от совести. Женщина же, она близка к Богу, к совести. Она чувствует, что правильно, что нет. Но если женщина навязывает мужчине свое понимание вещей, он никогда не примет его, потому что она должна учиться принимать сначала то, что мужчина знает, его путь, его понимание вещей, должна уважать. И это уважение позволяет потихоньку менять его восприятие. Это как стрелочник переводит поезд, движение поезда потихоньку, потихоньку. И даже когда через некоторое время поезд поедет в другом направлении, наоборот, он скажет, я сам к этому пришел. Ну, допустим, если муж начал слушать лекцию у вас постепенно, в результате вашей помощи, то он скажет, я сам к этому пришел, и я сам всегда это знал. Он не скажет никогда, что ты меня привела вот к этому знанию. Может быть, и скажет. Просто из благодарности. Но сам будет чувствовать, что он сам пришел. И он сам поменял себя. Так устроена психика мужчины. Надо это знать. Мужчина имеет особенности психики определенные, серьезные особенности. Самая главная особенность заключается в том, что мужчина или идет вниз в жизни, или вверх, он не может стоять на месте. Мужчина или деградирует, или прогрессирует. И женщины должны это знать. Это очень важно знать. Потому что, допустим, может мужчина быть такой невзрачный внешне. Допустим, он полюбил тебя, он невзрачный. Но он идет вверх. Он работает над собой, изменяется, но он невзрачный. Следует знать, что пройдет пять лет, и он будет в десять раз более развив, чем ты. Потому что мужчина меняется очень сильно, если он пошел вверх. Как личность. Меняется его характер. Меняется его поведение, поступки. Все меняется. Потому что он пошел вверх. Поэтому женщине важно увидеть того мужчину, который только пошел вверх, только пошел правильным путем. Внешне он какой-то такой, не очень. Но так как он пошел вверх, значит, он станет скоро очень. А когда мужчина уже очень, это десять человек на место. Вы такого не встретите. Если мужчина развился, все уже, как бы, не надейтесь, что он будет ваш. А если он только встал на правильный путь, вот самое время, если вы не замужем, самое время такого подцепить. И кажется он таким, знаете, типа, я могла бы и получше себя найти. А этот получше, может быть, пошел не неправильный путь. Он пошел вниз. Он гуляка, он выпивоха, там, бездельник. Но выглядит очень эффектно. И часто глупые женщины на эффектность мужчины реагируют, а не на его путь. А надо реагировать на путь. Потому что у мужчины бывает правильный путь и неправильный путь. А у женщины все наоборот. Мужчина, когда с женщиной встречается, он должен не смотреть на ее путь, потому что путь у женщины может поменяться. Это не проблема. Проблема в другом. У женщины очень сильно стабилен характер. Не путь, а характер. Ее особенности психические. Если ты их перевариваешь, вытянешь, значит, строй отношения. Нет, значит, лучше держись подальше. У каждой женщины есть определенные особенности в характере. Например, одна любит дорогие украшения. Они стоят примерно столько же, сколько твоя квартира. Но при этом она и достойна этих украшений. То есть она их любит не просто так, потому что она такая. Она очень красивая, влиятельная сама по себе. Если ты не такой, а ее полюбил и даже взял замуж, не факт, что семья сохранится. Потому что это желание свое, оно никуда не денет. Она будет с ним жить и мучиться. Другая, например, любит ездить в дальние края, не в эконом-классе. И тебе тоже надо это все обеспечивать. А третья любит просто побыть одной. Это вообще бесплатно. Поэтому ты выбирай. У каждой женщины есть какое-то свое желание в жизни. Надо разобрать, что за желание там у нее. И смотреть, ты тянешь или нет. Ну, то есть в этом надо разбираться. Но женщины чаще всего очень хорошо знают свои желания и смотрят, тянет он или нет. Они сами уже знают в этом вопросе, разбираются. Вот. У меня был такой случай. Один мой знакомый приехал в другую страну со мной. Друг. Он очень богатый человек. И, соответственно, у нее такая жена. И понравилось дорогое украшение там. Из драгоценных камней. Я эту жену никак его не мог вылечить. То есть ей ничего не помогало в жизни. Это украшение реально его напрягло. Ну, хоть он богатый, но оно дорогое украшение. Вот. И все-таки, когда я ему сказал, что надо покупать, потому что это украшение ей очень подходит для здоровья. Он купил. Так оно и получилось. Она его одевает, ей лучше становится. И он ей сказал, дорогая ты моя. Дорогая, потому что ты дорогая. Ничего другое не подходит, только дорогие украшения. Бывает такое. Мужчина очень сильно зациклен на том, куда он идет в жизни. Поменять его направление и ему, и другим людям крайне сложно. Это очень сложно. То есть его психика нацелена куда-то, и поменять это крайне сложно. Женщина может поменять направление жизни в секунду. Но мужчине поменять крайне сложно. Вот у него он выбрал свой путь, идет, и он развивается в этом направлении. И как бы что-то там менять ему очень сложно в жизни, в мужчине. У женщины недостатком, колоссальным недостатком ее жизни и характера являются желания. У женщины желание и депрессия. Ну то есть подавленность, нежелание жить, слабобезволие, то есть какие-то состояния психические, депрессивные являются для женщины колоссальной проблемой. Сильные желания и безволия, депрессия. Это и есть вредные черты женщины, которые в целом малозаметны. Малозаметны. У мужчины колоссальным недостатком характера является неумение снять с себя напряжение, расслабиться. Поэтому недостатком мужского характера колоссально являются неправильные способы расслабиться. Или по-другому звучат вредные привычки. То есть все вредные привычки мужчины возникают только по одной причине, что он не может снять с себя напряжение. Он таким образом просто снимает с себя напряжение. Искусственным образом. Это признак недоразвитого мужчины. Также депрессивность женщины и сильные желания неуемные, это тоже признак недоразвитости женщины. Следует знать, что женщина так устроена психически, что все ее недостатки, они находятся в зоне тайны или недоступности, как для нее самого, так и для мужчины. Женщина, когда смотрит на себя, она видит только хорошее в себе. И остальные тоже на нее смотрят, видят только хорошее. Потому что у женщины все самое хорошее естественным образом вышло наружу в характере и в судьбе. А у мужчины все самое хорошее естественным образом спрятано внутри. Так как женщина сама не совершает поступки, а мужчина совершает, поэтому он всегда и дурак. Больше того, так как у женщины все вышло самое хорошее наружу, всегда все занимают позицию женщины. Если идет конфликт, то женщина, она сильно чувствует, что он неправ по отношению к ней. Мужчина не так сильно чувствует, что она неправа. И это сильное ощущение женщины, что он неправ, поддерживают дети. Ну то есть все встают на сторону женщины, когда идет конфликт. И даже собачка как бы встает на сторону жены, лает на мужа. Если дома есть собачка, то конфликт, собачка лает на мужа. То есть он остается один. Дети на стороне жены, собачка на стороне, даже тараканы, они как бы не будут его позицию занимать. Потому что женская природа является гармонизирующей. Я вам говорю, это просто законы физики. Есть физика взаимодействия с психикой человека. Допустим, есть женские числа. Два, четыре, восемь женские числа. Есть один, три, пять, девять мужские числа. Если берем, допустим, лечение камнями, допустим, на спину ставим, есть каждому человеку подходит какое-то количество камней. Человеку может подойти два или три. Это его, вернее, один или два, это его индивидуальное число. Три или четыре, пять или шесть, семь или восемь. Индивидуальные числа есть. Вот только это число подходит для лечения и все. Знайте, что если подходит, допустим, у меня подходит три, четыре, два числа. Если я ставлю три пластины камней, они будут что-то рассасывать. Это мужское число, три. То есть они будут влиять как? Жестко на организм. Вызывать какие-то процессы, там, напрягать организм, что-то рассасывать, преодолевать, побеждать, убивать инфекции. А женское число, четыре, всегда лечит, вводит в гармонию, всегда успокаивает, даёт счастье, здоровье. Даже числа женские итогов в гармонию приводят человека, а мужские, наоборот, разрушают. Поэтому мужская природа всегда направлена на изменения. То есть это не обязательно только разрушение, это означает трансформацию. Может быть, в лучшую сторону, может быть, в худшую. И поэтому мужская природа кажется всегда, кажется какой? Опасной. Поэтому женщина, когда выходит замуж, она всегда боится. Она вроде любит человека, но замуж боится. Почему? Потому что мужская природа опасная. И она смотрит именно на этого человека, думает, может быть, он такой мне кажется опасным, а другой какой-то лучше покажется. Все мужчины одинаково, они все одинаково опасны для женской природы. Поэтому женщине трудно с мужчиной жить. Иногда женщина говорит, я с тобой устаю, мне тяжело с тобой долго быть. Ты на меня деструктивно влияешь. Мне тяжело тебя слушать. Понимаете? Потому что это мужская природа. Не то, что именно он, этот человек такой деструктивный. Женская природа расслабляет всегда. Женщинам хорошо друг с другом, они входят в гармонию, счастье испытывают. Поэтому женское мышление, коллективную природу имеет, мужское индивидуально. Допустим, женщинам, чтобы легче выйти замуж, надо собираться большими кучками и все вместе улыбаться. Одному мужчине срывают крышу, как у кого-то из одной из этой кучки он влюбляется. Есть такой фильм старый, «Вечера на куторе близ диканьки». Вот там это показано. Они бегали кутиками, смеялись и в акулу мастера скосили. Ну, одна, как бы, она его выбрала. Он выбрал одну из них всегда так. А мужская природа индивидуальная. Мужчины, они индивидуально как бы ведут себя. Они тоже кучками собираются. Для чего? Для того, чтобы побеждать. Для того, чтобы победа была, они могут собраться в большой куче и сделать победу. Но чтобы жить, как бы, они в кучке не собираются. В чем заключается сложность? Сложность заключается в том, что рядом с мужчиной, с женщиной очень сложно, потому что он совершает насилие все время. И она чувствует себя ущемленной из-за насилия. Поэтому ей кажется, что, как бы, с этим человеком жить невозможно, потому что он какой-то грубый. Я такая мягкая, нежная, он грубый. Это не потому, что с этим невозможно, потому что он мужчина. Ты должна научиться принимать мужскую природу, уважать, что жизнь его таким сделала для того, чтобы была победа, для того, чтобы было терпение, для того, чтобы была ответственность, для того, чтобы была сила. Сила всегда по своей природе твердая, непреклонная, победоносная, иногда насильственная. Потому что даже в слове «насила», «насилие» – это отъедет от слова «сила», а не слабость. Поэтому в этом трудность. Женщина должна знать, что мужчина, он может быть насильственным снаружи, но внутри он очень мягкий и добрый. Это тайное знание. У человека есть два цилиндра психические. Один наружный, другой внутренний. Внутренний цилиндр у мужчины очень добрый, мягкий, податливый, послушный, нежный. А у женщины внутренний цилиндр очень крепкий, твердый, непреклонный. Внутренний цилиндр связан с характером человека, а наружный – с поведением. У мужчины очень твердое, неподатливое, непреклонное поведение. У женщины поведение очень мягкое, нежное, послушное, гармонизирующее. У женщины характер твердый, непреклонный, неподатливый. У мужчины характер мягкий, податливый, склонный к переменам. Чтобы глубже действовать на сознание человека, нужна любовь. Поэтому женщина, если мягко, уступчиво, с любовью общается с мужчиной, если она совсем соглашается с ним, то есть ведёт себя очень мягко, уступчиво – это просто тактика. Потому что с точки зрения здравого смысла соглашаться с мужчиной женщине очень сложно. Если она выбирает правильную тактику и нежно, мягко, уступчиво относится к мужчине, то она добивается его внутренней части. В результате она заходит в самую суть мужчины и может чувствовать себя очень комфортно рядом с ним, потому что он не кажется ей уже таким деструктивным и жёстким по природе. Это просто внешние ощущения. Внутри мужчина очень мягкий, податливый. Если вы хотите проверить то, что я говорю, у женщины всё наоборот. То есть мужчина, женщина, когда мужчина нежно и ласково с женой, с женщиной себя ведёт, то женщина, она очень благодарна ему за это. У неё психика становится очень… ну, поведение становится очень мягким, послушным. Но это не значит, что внутри себя она мягкая и податливая. Если мужчина ведёт себя правильно, женщина, она внутри становится твёрдой, как камень, верной в отношениях с ним. То есть у психика становится очень верной и прикованной к мужу. Но эта твёрдость идёт в сторону мужчины в этом случае. Если мужчина ведёт себя плохо с женщиной, то её твёрдость идёт от мужчины. И как бы женщина ни старалась находиться рядом с ним жить, или она его приведёт к разводу, или себя. Ну, то есть поэтому неправильное поведение мужчины в отношениях часто приводит к разрушению семьи. И женщина сама этого не хочет часто. Но так получается. Потому что она её отшибает от мужа. Когда её отшибает от мужа, то энергия любви в семье не выстраивается. Потому что любовь идёт, энергия любви идёт от женщины, а не от мужчин в семье. И если женщина перестаёт чувствовать любовь, то отношения разрушаются в своё время. А если она чувствует любовь, тогда они сохраняются. Чего хочет мужчина? Мужчина хочет подчинения, послушания, чтобы всё было правильно в жизни, по понятиям, которые он имеет. Женщина хочет гармонии, нежности, любви, ласки. Нежность, внимания. Есть желание у женщины, которое зависит от неё самой, а есть желание, которое зависит от мужчины. И она с этим ничего не может сделать. Если она хочет нежности, ласки, внимания, заботы, то это зависит только от неё самой. Потому что у мужчины нет нежности, нет ласки, нет внимания, он невнимательный, нет заботы, он незаботливый по природе. Эти качества он перенимает от женщины. Вот если женщина нежная с ним, он будет нежным. Если она внимательная с ним, он будет внимательным к ней. Если она ласковая, он будет к ней ласков. Понимаете? То есть это от женщины, от самой исходит. Теперь надёжность, защита, твёрдость, решимость, способность помочь. Это мужские качества, которые мужчина должен проявлять женщине сам уже. Это его прерогатива. Теперь, если говорить, допустим, о мужчине, то мужчина часто от женщины, например, хочет, чтобы она была послушной, чтобы она была рассудительной, чтобы она была спокойной, терпеливой. Этого всего у женщины нет. Она непослушная, неспокойная, нетерпеливая и нерассудительная. Если ты с ней ведёшь себя послушно, то есть уважаешь женский характер, снисходительно себя ведёшь с ней, если ты терпеливо с ней себя ведёшь, и если ты ведёшь себя спокойно, по-доброму, рассудительно, тогда и жена у тебя будет так же себя вести. Она будет послушной, терпеливой, рассудительной и снисходительной. Понимаете, да? Но в психике у женщины это не заложено. Само по себе не заложено. Если мужчина от женщины хочет заботливости, хочет верности, хочет ласки, внимания, тогда это в ней заложено. Это от неё зависит уже. Это её черты характера. Но она будет по доброй воле это проявлять, если ты ведёшь себя с ней правильно. Теперь, что нам мешает вести себя правильно? Мешают вполне конкретные, объективные вещи. Эта вещь называется сильное желание счастья в отношениях. Когда мужчина и женщина встречаются, между ними заводятся очень сильные энергии, с которыми человек справиться не может. Это энергии счастья. Мужчина, когда видит женщину, он как бы видит то, что с ним не станет, он не может с собой справиться. Женщина, когда видит мужчину, она видит то, что не может с собой справиться. И вот это желание счастья от человека называется привязанность. Чем больше не развит человек, чем больше он хочет счастья от другого человека, тем больше будет ссор в семье. Потому что развитый человек контролирует своё желание счастья от близкого человека и пытается сделать его счастливым сам. Это очень трудно даже об этом помыслить. Вот вы придёте домой и будете хотеть счастья от близкого человека. Скажешь, ты почему это не делаешь? Почему это не делаешь? Начнётся конфликт. Потому что надо мыслить по-другому. Надо заставить себя просто заботиться о человеке и забыть про своё счастье. И ждать благодарности. Вот когда придёт благодарность, тогда ты своё счастье получишь в ответ. Спасибо. Спасибо.